С вами приступаем к изучению различных менеджеров компоновки в Android. Я тут уже создал проект Layouts для тех, кто будет исходники изучать. Именно этот проект вам нужно будет импортировать для того, чтобы изучить все вот эти вот менеджеры компоновки. И начнем мы с такого достаточно простого компоновщика. Это Dynare Layout. Компоновщик этот очень и очень простой. Его единственный смысл, который он позволяет нам реализовать, это просто расположить элементы либо друг за другом по горизонтали, либо друг за другом по вертикали. То есть он просто располагает элементы один за другим. Давайте мы сами данный компоновщик используем. Он пишется вот так. Linear Layout. Это давайте мы сами сотрем. Вот это нам не надо, это нам тоже не надо. Хотя нет, это нам тулс. На данный момент у нас это не работает. Ну все, вот так. Значит, для того, чтобы дать понять компоновщику, как именно нужно располагать элементы, то ли по горизонтали, то ли по вертикали, у этого объекта, у этого элемента есть Android Orientation. Соответственно, есть два варианта, горизонтал или вертикал. Это все понятно. Горизонтал по горизонтали будут располагаться элементы, то есть слева направо, а вертикал будет располагаться по вертикали, то есть сверху вниз. Давайте сами поставим пока что вертикал, например, почему бы и нет. И добавим сюда мы три элемента. TextView, еще TextView и еще TextView. Вот у нас получилось три строки. Кстати, да, я тут забыл нам этот баг исправить. Давайте я его при вас быстренько исправлю, чтобы у нас тут они отобразились. И вот, как мы сами видим, у нас появилось тут три элемента, которые просто идут тут у нас друг за другом. Как бы в одну линию по вертикали. Если я тут поставлю горизонтал, соответственно, у нас они будут идти в одну линию по горизонтали. Тут продается такой еще важный момент. Мы вот видите, с вами пишем layout. Поскольку у нас с вами было сначала вертикал, у нас когда мы с вами добавляли тот элемент, он автоматически нам сделал white на всю ширину, а height соответственно в wrap.com. Поэтому нам нужно сейчас сделать это вот так вот. Чтобы у вас просто, по сути, получилось, что у нас один элемент на всю ширину экрана. Это было неправильно. Так, вот теперь у нас они располагаются по горизонтали. Можно снова вернуть. По вертикали. Вот так они расположены. Движемся дальше. Чтобы сделать чуть-чуть покрупнее, давайте мы Android Text Size, например, сделаем 30SP. Для всех, чтобы они просто покрупнее были, потому что там их едва видно. А так уже гораздо лучше. Следующее очень важное свойство, которое расподерживают все элементы, находящиеся внутри данного компоновщика, это свойство layout weight. Или другими словами, некий такой вес, который они имеют относительно других элементов. Давайте сами сейчас его применим, и вы все поймете. Давайте тут сделаем, например, мы 1. Тут мы сделаем 2. Тут мы сделаем снова 1. И поскольку мы сами тут задали уже вес, то, как мы видим, у нас теперь вот этот элемент занимает, чтобы так, одно место. Вот этот элемент занимает в 2 раза больше, чем вот этот. А этот занимает столько же, сколько и вот этот. У них одинаковый вес. То есть, видите, чем больше вес, тем больше объем пространства занимает соответствующий элемент. Разумеется, у нас это свойство в rap content, как бы layout height, да, он уже просто-напросто у нас, ну, никак не влияет, короче. То есть, он фактически, вот это имеет у нас больше приоритет, чем вот это. Поэтому у нас вот это можно поставить, например, тут 0 dp. Ну, можно не ставить, но он будет стираться. То есть, это у нас является таким более важным, чем вот это. Также можно задать общий вес всех элементов. Давайте мы сами сделаем Android weight sum и сделаем, например, его 5. То есть, что у нас получается? У нас суммарно все элементы, точнее даже весь контейнер будет занимать, условно говоря, 5 ячеек. Так, соответственно, у нас первый элемент занимает одну ячейку, другой элемент занимает 2 ячейки, третий элемент занимает опять же одну ячейку. Вот, у нас получается в сумме 4 ячейки заняты, а одна ячейка у нас будет просто-напросто свободной. И вот можно в этом убедиться. И у нас одна ячейка получилась свободной. Вот у нас первая ячейка, как бы это 2 ячейки занимает, это 1, а тут у нас просто еще одна ячейка, она просто пустая. Можно сделать, например, 6. У нас еще больше свободного пространства окажется. То есть, таким образом мы можем легко все это контролировать. 7 еще больше. Ну, то есть, короче, можно тут идти долго. Вот. В принципе, тут больше ничего такого, как бы, рассказать это и нечего. То есть, очень простой компоновщик. Просто выстраивает все в одну линию. Либо по вертикали, либо по горизонтали. И позволяет нам еще указать сразу же вес компонентов. Применяется часто, поэтому его нужно знать. Но в то же время очень простой. Я думаю, запомнить его совершенно не сложно. Здесь ничего такого нет. На этом у меня все. До скорого.